Всем привет! Наверное, вы уже видели новости из разных регионов Казахстана, куда пришла большая вода. Весна, как всегда, пришла для наших чиновников неожиданно. Казалось бы, о грядущих паводках все говорили еще зимой, но с приходом тепла ситуация все равно повторилась. Водой накрывает не только жилые дома, но и все то, куда вкладывались бюджетные деньги. Дороги, мосты и даже акиматы. Ущерб от стихии еще предстоит посчитать, но самый главный вопрос, кто за все это ответит. Давайте попробуем разобраться. Поехали! Для начала приведем свежие цифры, чтобы был понятен масштаб нынешних паводков. За последние дни было эвакуировано более 2000 человек, из них примерно треть дети. Причем в некоторых районах людей пришлось вывозить вертолетом, поднимая их на тросах, так как из-за воды было попросту негде приземлиться. Больше всего от потоплений пострадали населенные пункты Актюбинской, Костанайской, Абайской, Акмолинской, Западноказахстанской и Туркестанской областей. В нескольких районах объявлен режим ЧС. Также пострадала инфраструктура. Вода размывает дороги и дома, а в области Абай обрушился автомобильный мост. Предприниматели терпят большие убытки, они вынуждены временно закрывать свои предприятия и офисы. У кого-то затопило магазин, у кого-то склад. Местные власти обещают возместить убытки, но для этого нужно сначала их посчитать. Опаводки еще не закончились, поэтому сейчас сложно даже примерно представить окончательный ущерб. Почти тысяча человек сейчас находятся в пунктах временного размещения. Судя по всему, в дома они вернутся не скоро. Вряд ли их жилища получится быстро привести в порядок. Больше всего топит именно частный сектор. И к этому вопросу мы еще вернемся. Откачка воды ведется круглые сутки. Удалось отвезти почти 2 миллиона кубометров, но этого явно недостаточно. В зоне риска подтопления находятся 217 населенных пунктов, а это более 86 тысяч домов. Все силы МЧС, МВД, Министерство обороны и Акиматов сейчас брошены на борьбу со стихией. Это более 6 тысяч сотрудников и полторы тысячи единиц техники. Уложено более 82 тысяч мешков с песком. К тем, кто сейчас непосредственно задействован в этой работе, у нас нет вопросов. Люди работают круглые сутки. Но есть одна глобальная претензия. Неужели всего этого нельзя было избежать? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, откатимся немного назад. На самом деле, таким уж сюрпризом нынешние события ни для кого не стали. Ключевое совещание по подготовке к весне прошло в феврале этого года. Тогда в МЧС отчитались, что совместно с регионами был проведен комплекс мероприятий по подготовке к паводковому периоду. И в целом обстановка оценивалась как стабильная. Что это за мероприятие? Речь идет о возведении временных дамб, очистке арыков, каналов и других водопропускных сооружений. Вывод снега тоже входил в этот план. Говорилось, что из населенных пунктов было вывезено более 10 кубометров снега. Однако у премьер-министра Лжаса Бектенова было другое видение ситуации. Он отметил, что меры были приняты не в полном объеме. На тот момент из 218 мероприятий 92 не были исполнены. Поэтому Бектенов поручил министру по ЧС Чингису Аринову выяснить, кто в этом виноват и наказать. Забегая вперед, скажем, что первые выговоры начались уже после того, как в регионы пришла вода. На том же совещании премьер озвучил данные о том, что в отдельных областях деньги и на вывоз снега выделяются только для крупных городов и областных центров. Тогда как селами практически никто не занимается. Например, в Павлодарской области из выделенных 4,5 миллиардов тенге для сельской местности предусмотрены лишь 900 миллионов. В Караганинской области из 5,4 миллиарда тенге селам выделили всего 700 миллионов. В Актюбинской области на вывоз снега из сельской местности и вовсе выделили всего 100 миллионов. И, к слову, именно эта область сейчас является одной из самых проблемных. Также Бектенов обратил внимание на то, что угрозы паводка сохраняются в одних и тех же городах и селах. Ряд поселков топит ежегодно. Процитируем. МЧС ежегодно проверяется готовность к паводковому периоду в рамках республиканского командно-штабного учения Куктем. Все регионы рапортуют о полной готовности к паводкам. А в итоге – пострадавшие люди, затопленные здания и инфраструктура. Это говорит о том, что учения проводятся формально, а готовность остается только на бумаге. Ну что ж получается, Бектенов тогда в прямом смысле как в воду глядел. Вы можете сказать, что одного месяца слишком мало для того, чтобы экстренно привести все в порядок. На самом же деле эта тема обсуждалась в правительстве еще раньше. В августе прошлого года глава МЧС, тогда этот пост занимал сырым Шарипханов, докладывал, что дорожная карта по предупреждению паводков, которую правительство и Акимата должны были выполнить с 2021 по 2023 год, реализована всего на 40%. То есть фактически с того времени по сегодняшний день ничего не поменялось. А потрачено на это было порядка 14 миллиардов тенге. Основными причинами неисполнения обязательств министр назвал некачественное планирование мероприятий и своевременную подачу бюджетных заявок, либо отсутствие средств на проведение строительно-монтажных работ, а также несвоевременную подготовку проектно-сметной документации. Но могли ли эти мероприятия спасти от подтоплений? Давайте посмотрим на конкретном примере. Шарипханов на том совещании сказал, что на 100% противопаводковые мероприятия были выполнены только в одной области. Абай. И там все равно затопило несколько сел и смыло мост. Там же, кстати, без вести пропали 3 человека. По данным полиции, они пытались пересечь реку, но у них не вышло этого сделать и с тех пор о их судьбе ничего не известно. Что касается общей готовности к весне, то мы видим, что даже в некоторых крупных городах, несмотря на достаточное финансирование, сугробы снега простояли до весны. Их начали срочно вывозить уже в марте, но было слишком поздно. К потеплению добавились осадки и все поплыло. В Уральске дошло до того, что там талыми водами затопило цокольный этаж Акимата. Многие в сети пошутили, что так сработала карма. Но затем стало не до шуток. Вода продолжила прибывать, канализационные коллекторы и насосные станции заполнились. Поэтому в городе даже пришлось отключить подачу питьевой воды. Позже в городе объявили режим ЧС, и местные власти рекомендовали жителям готовить тревожные чемоданчики из-за угрозы разлива в рек. Аким Уральска, Мержан Сатканов, кстати, получил выговор от начальства. Процитируем главу области Наримана Турегалиева. Вы не были готовы к наводнению. Затонуло даже здание Акимата. Все это говорит о безответственности. Вчера и сегодня объезжаю город. В некоторых микрорайонах, когда я приехал, работа только начиналась. Объявляю строгий выговор Акиму Уральска. Город и районы должны работать в усиленном режиме. Контролируйте ситуацию круглосуточно. В нескольких районах Актюбинской области также введен режим ЧС. Уровень воды в Актюбинском водохранилище приблизился к критическому. Под угрозой оказались дома в близлежащих районах. Жители оттуда уже начали эвакуировать. Да в самом Актюбе ситуация сложная. В эти дни сеть облетели необычные кадры. Сначала могло показаться, что на этом видео какой-то водоем. Но на самом деле так выглядела взлетно-посадочная полоса аэропорта. Подтопление на несколько часов парализовали работу воздушной гавани. В самом городе из берегов вышла река Сазда и затопила дороги. Некоторые поселки действительно затопило уже не в первый раз. В той же Актюбинской области есть подходящий пример. Вот фотография из поселка Кобда, сделанная в марте прошлого года. А вот видео, снятое в поселке на днях. Тут тоже действует режим ЧС, как и в прошлом году. Конечно, винить во всем только чиновников нельзя. Да, ситуация была прогнозируемой. Но давайте посмотрим на эти прогнозы. Синоптики в начале марта изучали спутниковые снимки и пришли к выводу, что на 1 марта 72% территории Казахстана были покрыты снегом. В ряде областей объем влагозапасов был значительно выше среднегодовой нормы. В Акмолинской области местами этот показатель был завышен на 43%, в Северном Казахстане на 57%, в Актюбинской на 52%, а в Костанайской области аж на 98%. Это как раз те области, которые сейчас топят сильнее всего. Иными словами, погодные условия в этом году оказались исключительными. Сложились несколько факторов. Обилие снега, резкое потепление и осадки. Что остается делать теперь? В первую очередь продолжать бороться со стихией и обеспечивать безопасность жителям пострадавших от воды регионов. Надеемся, что хотя бы на этот раз выводы будут сделаны. И к следующей весне получится подготовиться получше. В парламенте на днях озвучили мнение о том, что подготовительная работа была проведена в части поддержания системы гидротехнических сооружений. По данным депутата Мажелиса Сергея Пономарева, ремонта требует 537 сооружений. 8 из них и вовсе находятся в бесхозном состоянии. Более 200 плотин не имеют паспортов, поэтому их уровень безопасности не определен. Также остается проблема незаконной застройки в водоохранной полосе. Так что здесь в дело должно вступить Министерство водных ресурсов. В его задачи входит регулирование стока воды. И тут явно есть над чем работать. Как вы знаете, весной в реках Казахстана слишком много воды, а летом слишком мало. Для сельского хозяйства паводки также могут стать проблемой. Во-первых, на ликвидацию последствий наводнений уходит много времени. Во-вторых, талые воды негативно влияют на качество почвы, смывая верхние плодородные слои. Кто же на самом деле виноват? Пока ответить на этот вопрос однозначно нельзя. Разбора полетов еще не было. Скорее всего, виновных начнут искать после того, как вода пойдет на убыль. Можно не сомневаться, что будут выговоры. Вполне вероятно, что кто-то лишится должностей. Но также нельзя исключать, что дело дойдет до уголовных дел. Мы говорили, что на предупреждение подтоплений выделяются миллиарды тенге. Нынешние события дают основания предположить, что эти деньги были освоены как минимум неэффективно. И к этому должны быть вопросы. Как вы думаете, кто должен понести ответственность? МЧС? Акиматы или кто-то еще? Пишите свое мнение в комментариях. Мы же продолжим следить за ситуацией и обо всем самым важном будем рассказывать на этом канале. Так что не забудьте подписаться. А на этом у нас все. До встречи!